На стадионе Нижний Новгород полным ходом идут работы по благоустройству футбольного поля. На 80% готовое основание площадки, значит монтаж инженерных систем. Они обеспечат функционирование поля. Это системы аэрации, дренажа, полива и обогрева. Также уже установлены два светодиодных экрана. Их местоположение, размеры и технические характеристики позволят зрителям видеть изображение высокого качества даже с самых отдаленных мест, независимо от направления обзора и при любых погодных условиях. Табло смонтировано. По сути дела это большие 17-19 цветные телевизоры. Они будут нужны для того, чтобы показывать эпизоды зрителям, повторе. Ну и видеоповтор сейчас введен по правилам. Тоже надо будет уже использовать эти экраны. А в дальнейшем все наши массовые мероприятия, которые мы проводим, они же требуют как раз экранов. Мы все время их ищем где-то, в аренду берем. Не надо будет, они установлены постоянно. На новой арене начали монтаж крыши. Прозрачная мозаика трех цветов прочна и обеспечит защиту зрителей от осадков. Кровля будет установлена и над зонами фойе арены. Само футбольное поле останется открытым. Приступили и успешно выполняем работы по кровле стадиона. Вот на обходе, кто с нами ходил, тот видел уже картами выложены трех цветов. Прозрачный, голубой и темно-синий. Из 57 тысяч уже на сегодня выполнено порядка 150 метров. Значит, 19 900 квадратных метров поликарбоната уже непосредственно на площадке. Везем из-за рубежа. Вся партия уже в России находится. Ну, просто доставляется в Нижний Новгород. Масштабная подготовка города к грядущему чемпионату мира идет в соответствии с графиком. Список объектов к футбольному чемпионату мира широкий. В регионе строится и реконструируется около 50 объектов. В первую очередь сейчас, конечно, мы приняли в базу команд на Бару. Направили уже в оргкомитет все материалы по пуску и эксплуатации данной базы. Соответственно, сейчас уже засеян газон на тренировочной площадке около Фока-Мещерский. Заканчивает реконструкцию стадион «Химик» в Зержинске. Соответственно, уже тоже начинается укладка поля. Локомотив встал на реконструкцию. Как вы знаете, 15 июня уже сейчас идут ремонтные работы по трибуну в помещениях. Горожане следят за благоустройственным территорией вокруг стадиона. Ведь уже через год здесь будут принимать первый матч Мундиаля с лучшими футболистами со всего света. Я здесь живу. Я приветствую то, что здесь будет. Все благородно, все сделано. Мне как раньше все. Гаражи были, все понастроено. Хотя, ну, цивильно будет. Это главное. Мне нравится конструкция сама. Ну, я вообще смотрела как бы проект в интернете, как должен быть, поэтому мне понравилось. Благодаря этому, мне кажется, на город как-то будет по-другому смотреть, то, что к нам приехали такие важные люди. И проводится все-таки FIFA чемпионат. Строительство, мне кажется, продвигается быстро. Я сам не из Нижнего Новгорода, то есть приезжаю периодически. И так вдохновляет, прям как все быстро делают. Хочу побывать здесь. Даже если не будет сборной России здесь играть, просто хочется прийти почувствовать вот эту всю атмосферу футбола. В марте будущего года на стадионе Нижний Новгород планируют провести первый тестовый матч. Ждать осталось недолго. Тимур Хакимов, Ренат Бигбаев. Объективно. ННТВ.